Современное детство В нашем университете проект «Сетевой» несколько университетов к нам подключены и сегодня мы продолжаем то направление, которое называется «Дети в виртуальной среде». Очень много здесь всяких разговоров идет и мы набираем фактически результаты исследований и размышлений в этой области. Сегодня у нас есть такая возможность и любезно согласился с нами поговорить профессор Лавальского университета из Канады Квебека Александр Бюссе. Он сейчас здесь, он находится в нашем университете. Так называемый свободный год есть исследовательский. Он в рамках этого свободного года у нас здесь находится в нашем университете. Вы потом зададите ему вопрос «Нравится ли ему наш университет?» So, our colleagues ask you about our university after your presentation, okay? Вот, значит, задать ему вопрос «Нравится ли ему наш университет?» А сейчас мы попросим его рассказать, сказать все-таки несколько… So, I ask you to tell a few words about your university for the colleagues, but only a few words. Okay, Mr. Aswiti. Hello, everybody. First of all, sorry not to speak Russian. I'm sorry, really. Лаваль University is a university of about 50,000 students. I forget how many professors we are. My faculty, Faculty of Education, which is also a specialized education, all intervention on special case studies and special case children, adult education is in itself 5,500 students, just the faculty. And the faculty, only 5,500 students. So, that's not all? Or do we need to translate? We need to translate? Yes. So, please. So, just… And… Our faculty doesn't include psychology, but it includes… psychology applied to schools. Small difference. We are about 120 professors in this faculty. What can I say? That's not… That's not a. That's not a. That's not a. That's not a… We don't study psychology, but it does look good it too. That's not a. 120 профессоров только в этой школе, 5 тысяч студентов, значит, и весь университет слышали цифру, да, это достаточно большой университет. И наш факультет и наш институт очень рад сотрудничать с МГППУ, потому что это своего рода свет в новый свет и новые возможности. в истории образовательной с исторической точки зрения. Прежде всего хотел бы извиниться, так как данная презентация не является основной сферой моего исследования. И я постарался соединить вместе несколько исследований, которые проделывает наша исследовательская группа, поэтому это будут не выводы, которые мы сделали, а скорее как введения. В сфере, которую мы изучаем, эмоции представляют огромную важность, но они представляют важность не сами по себе, а с точки зрения того эффекта, который они производят в образовательном процессе. Эмоции представляют собой своеобразный инициатор, то есть они способствуют развитию. То есть эмоции сподвигают нас развиваться с самого детства. Эмоции, конечно, на креативность. В настоящее время, если вы посмотрите на различные исследования, которые сейчас развиваются в сфере эмоций, особенно те, которые проделываются в Северной Америке, то они представляют собой исследования о выявлении проблем. В последние исследования в этой сфере, то мы увидим, что они направлены больше всего на взаимодействие между эмоциями. Перед преподавателями и студентами обучающимися и родителями и обучающимися, а также на самостоятельное обучение и на самоопределение и на упорство, то есть усидчивость обучающихся. Of course, we see appearing a lot of challenges, emotions in learning context, the expression of emotions in a learning context. It is not obvious that in classes emotions are welcome. Most studies on the behavior of teachers, you see that they don't welcome the expression of emotions during their teaching. Мы сейчас видим, что мы сталкиваемся с множеством проблем, особенно что касается сферы и контекста образования и обучения. Если мы посмотрим на образовательный процесс, то не так очевиден тот факт, что эмоции во время образовательного процесса приветствуются. То есть исходя из поведения преподавателя, можно сказать, что он не хочет, чтобы эти эмоции проявлялись во время образовательного процесса. Возможно, мы все знаем, что это будет важным для информации, который будет стоить в отношениях с технологией. Это становится становится статус из-за ошибок. В нашем системе, по-моему, в целом 20 лет, если не больше, ошибок, в нас есть позитивность для научных средств. Их детей могут быть уверены на ошибках и участия из своих ошибок. Это основный образовательный учебник из-за меня. И, в жизни, алого не знания, сколько я знал сейчас, это основной школой на сегодняшний день. Но, 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 это очень трудно для учить, чтобы учиться не поднимать не дурным зрением. И это поднимание за изменения, как экипаж, как с evaluateностью. Мы же увидим, чтобы увеличить технологию. Очень важным является статус ошибки, который делает обучающийся. Если мы посмотрим на статус ошибки в последние 20 лет, то он рассматривался как позитивный, положительный. То есть студентов и обучающихся наоборот, их приветствовали делать ошибки и учиться на своих ошибках. Так происходит сейчас в франкоговорящем и в англоговорящем мирах. То есть ошибка является базисом, основой. Но это приводит к тому, что преподавателю очень сложно не наказывать студента за сделанную ошибку, и что приводит к другим методам, которые мы применяем. И мы впоследствии увидим, как это влияет на образовательный процесс. Много и больше работы также будет сделано на статус-стратегиях. Как вы помогаете студентам пройти негативные эмоции о материале, который они должны изучать? Негативные эмоции о негативных эмоциях, которые они должны выполнить, чтобы достигнуть к цели. Как вы помогаете негативными эмоциями, может быть, с статус-стратегиями. Но есть много работы в том, что происходит в сфере негативных эмоций. И переживаниями, которые у них возникают во время образовательного процесса. И очень много работы проделана в общей сфере человека, в человеческой сфере. В последнее время проводится очень много мастер-классов, цель которых является научить, каким образом бороться с этими негативными эмоциями. И существуют целые преподавательские стратегии, каким образом бороться с этими негативными эмоциями. Есть больше и больше вопросов сегодня о том, что учебные процессы, которые занимаются длинными эмоциями. Это занимается время. Это занимается летом. И это требует инвестирующего учебника в его деятельность. It requires the subject position of the learner. But how do you maintain that in an electronic technological environment? В последнее время существует огромная озабоченность по поводу того, что образование является длительным процессом, который занимает целые годы. И он требует от обучающегося больших вложений в его деятельность. И таким образом он даже ставит под вопрос позицию положения обучающегося. So most of the work of emotions is really based on the long-term investment of the person. But now if we look at the situation in information technologies, we have some studies that show the opposite effect. Огромное количество работ основано на длительном вложении обучающихся в этот процесс. Но с появлением электронных приспособлений, мы видим обратный процесс. There's been quite a lot of studies lately about the short reward circuit. I don't know if you're familiar, because I'm translating from French sometimes, so it's difficult. But I don't know if this term is familiar to all of us. Огромное количество работ также основано сейчас на краткосрочной награде студентов. Я, простите, я перевожу сейчас с французского, поэтому, возможно, вы не сталкивались и не слышали эти термины, которые я использую. Short reward circuit being the fact that someone who uses, for instance, games, gets an immediate gratification of his actions. And it's almost the same, it has been demonstrated in quite some studies, it has almost the same effect as drugs. You get an immediate effect for what you do. You get an immediate reward. Краткосрочные награды включают в себя, например, игры, в которых мы награждаем студента за его победы. То есть они могут быть сопоставимы с наркотиками. То есть когда мы получаем внезапную и сразу же какую-то награду, вознаграждение за наши действия. То есть, of course, developing a positive coping strategy for negative emotions when you're being trained, computer-based, or you're being used to use different technologies where you get immediately an answer with very little effort, where you in the short term get the reward is almost contradictory. You're not being taught to persevere. You're not being taught to deal with the obvious negative emotions one can live in the long-term process. You're in the opposite of a long-term process. То есть с появлением этих электронных устройств мы видим теперь обратный процесс. студентов не делают так, чтобы студенты проявляли свое упорство и усидчивость, так как они сразу же получают награду за свои действия. И уже их ошибки имеют негативный эффект. Когда вы говорите о развитии эмоций, есть также еще один вопрос с информационной технологией, я бы сказать, в их состоянии сейчас, потому что это может быть изменением в будущем с интеллигенцией артифициальной интеллигенцией, но сейчас мы не говорим о читании эмоций, например. Когда вы относитесь с информационной технологией, вы не относитесь с человеком. Вы не относитесь с физической экспрессией. Поэтому есть еще один вопрос для молодых детей в том, что мы называемой «мирер-целл». Это означает, что все «эпатти» движения в том, что происходит для ребенка, через внутренний из восприятий, не существует в информационной технологии. Мы не знаем, что это и не понимает, что это и на эмоции. Мы сейчас говорим о тех электронных устройствах, которые существуют сейчас. Мы не говорим еще об искусственном интеллекте, который, возможно, в будущем будет существовать. Мы не говорим о чтении эмоций по внешнему проявлению эмоций на людях, так как сейчас есть ограничение такому чтению эмоций по физическим показателям. Еще одна большая проблема, которая возникает в том, что в большом системе информационных технологиях, в которых ребенка интерактов сегодняшний день, я не говорю о будущем, но это большая проблема, но большая проблема, но большая проблема в том, что есть статус экзенализации. Обычно, что ребенка может говорить о том, что это очень директно, или что это очень директно. И другой вопрос, который возникает, это то, что большинство системы, которые говорят о том, что это очень директно. Системы, которые мы сейчас используем и с которыми взаимодействует обучающийся ребенок во время процесса образовательного, это статус экзенализации. То есть то, что он видит, является очень направленным на него. И эти системы оценивают то, что он говорит, как это он говорит, какие слова использует. И в этой сфере сейчас существуют ограничения. Я не говорю о том, что может быть в будущем, потому что в будущем этих ограничений может и не быть. То есть существует ли вообще место эмоциям в информационных технологиях? И каким образом информационные технологии могут оценивать эмоции людей? Я думаю, что мы не знаем, что это очень далеко. Мы работаем на психологическом технологии. Мы анализируем много данных, чтобы узнать, какие процессы могут быть мобилизированы, и которые процессы могут быть мобилизированы, когда они interact with a person, или когда они interact with a dispositив, with, sorry, I'm looking for my word in English, when they interact with any type of learning environment. И другой вопрос, который также возникает перед нами, когда мы сталкиваемся с этой сферой, это каким образом эмоции оцениваются, и каким образом информационные технологии имеют дело с этими эмоциями. И возможно ли, что сознание ребенка изменится от использования этих информационных технологий в образовательном процессе? Ну и так, наше исследование, основой нашего исследования являются психологические инструменты. И также мы анализируем огромное количество данных, информации, и какие процессы мобилизированы, то есть используются студентами. Мы анализируем много разных процессов в интеракции между учреждением и ребенком, но я не буду времени для представить это. Among эти различные процессы, вы имеете в виду статус-эррор, но вы также имеете в виду статус-эрор, но вы также имеете в виду эмоции. What is the status of emotion for a learner? and the different ways someone takes into account emotion in his or her reasoning? Sorry, I totally missed my time frame. So, I would like to just show some results we have when we study learning programs. Learning programs, we mean by that, programs that are meant to teach something to the person using it. So, I'm not even talking about the games, and I'm not talking about getting information on the Internet, although a lot of systems to get information off the Internet are very close to teaching programs. I absolutely lost the time frame of my lecture, so I would like to present briefly the results of our research, which include educational programs. I'm not even talking about games that we use, but about the Internet when we use them in educational processes. When one person of our team studied different, there were 10 different learning programs, you know, for children that you can buy and teach them something, he found that all of them, I think, except one, had a total behavioristic approach. It means you succeed or you fail, there is no explanation. If you fail, just too bad, you will keep trying till you succeed. No feedback of any type, and no possibility, of course, for the child to explain the process or to show the process. That is not taken into account into most programs. One of the members of our research group is a group of 10 educational programs and analyzed them. And we realized that in all of them, except one, there was a behavioristic approach to teaching. That is, when a child did some exercise, there was no explanation of his mistakes. He just tried to do it and did it again and again and again, and there was no return. And he did it until he did not achieve success. And he also did not have any chance to explain or show the process and explain the answer. Some programs are meant to be used with a co-teacher, with a teacher with it. And then, of course, it's totally different. But if you take the programs or information technologies that are meant to be used alone, you get a different result. So, of course, if you tell me I have a program or I use information technologies, but there is a human being around to interact, we're talking about something else. But I'm really talking when the information technology is there alone. What's the place of reflexive thought? And how far is there a possibility to have an interaction and to be brought to express what you did? All your emotions. Some of these programs, of course, included in the presence of a teacher, also included in the presence of a teacher. And then you can say that these programs absolutely different. I'm talking about the programs that are not included in the presence of a teacher and help from a teacher. So, in these programs we see an absolutely different result, than when there is a teacher who can help. In these programs, we are dealing with the question, what place is the explanation of their thoughts of the teachers? And what is the interaction between the teachers and these systems? So, in autonomous use, you see that the status of error is totally negative, in the sense of if you make mistakes, you will not go on. But if there is negative emotions about that, there is no coping strategies, there is no interaction around that. Which also means, usually, that you can adjust the challenge. It means that for perseverance or for anything that has to do with coping, there is no learning process. You can just adjust the challenge, so you make it easier. If you have too many mistakes, you make it easier. That's all. So, again, it's the same thing. There is no long-term consequences and no long-term planning. If someone is facing information technologies, there is absolutely no question that they can disconnect without any explanation. So, they can learn to abandon and start again somewhere else, adjust the challenge. So, we are not sure in our team if information technologies are as positive on learning as they seem to be, at least if they are in a totally autonomous environment. I should be really precise about that. And in such a program there is no long-term planning planning or long-term goals. The teacher, using such a program, can just learn to break up and start teaching where else. So, we are not sure that the use of information technologies in the educational process is so effective and good, as we can think. Now, there is also other impacts where we are not very far in this, but the technological activity, the fact of dealing with technological tools. So, we wonder what the effect is on the identification of emotions and verbalizations. Is there anything being taught? Is this being taken into account? We don't know. So, what are the other impacts that these information technologies are? То есть мы не знаем, каким образом распознаются эмоции у обучающегося и какие образовательные инструменты используются. Right now our answer tends to be negative. It's not the case yet. Каким образом вообще они используют эмоции при взаимодействии с этими информационными технологиями? Информационные технологии. Do they have a place for this? Is it possible in the interaction? Again, lonely interaction with information technologies. And also, of course, different points of views. Do they enable different points of views? If you take social networks, you're of course in a different story because you have interaction where people exchange different points of views, obviously. But you're not obliged to stay in the social network. Another serious question, with which we are dealing with, is there a place in teaching when using information technologies is about human irrationality? We all know that people are not always rational. And this is a huge question. How do information technologies считывают эмоции and do they actually consider the lack of irrationality in people? And there are also differences in views. If we take, for example, social networks, where people exchange their opinions and their points of view, then there are other processes. Now, of course, I have to be very precise about that. Judging information technologies in general is a very abstract case. You can, you could develop information technologies that have the tools that would enable a different way of interaction. But if we analyze what there is today, usually things like reflexive processes and emotions are not taken into account by information technology in what is proposed, in the way they are developed. And I will now be very clear. I will now talk about the information technologies, which we have in the right now. Of course, we can develop these information technologies, which will have other instruments and which will be more effective. So it would mean, according to us, to develop interaction modules that take into account the possibility to express emotions and to invite the expression of different emotions, but also to enable a reading of emotions. And right now, we don't see the development of that. There is also another need. It's to think about the way the questions are asked and the interfaces of information technology because they seldom, even nowadays, and even the recent developments, they seldom take into account the needs of the person as a human being. They take information technology needs into account, but not necessarily the emotional needs of the learner, except for one thing, except to make him dependent on the information technology, which is, of course, through a short-circuit of reward. And we now see that in real information technologies the presence of emotion and expression of emotion is not favored. But if we look at the future information technologies, which may be developed, they may be favored by these emotions and expression of emotion, and also, how, how, how they will счит these emotions from people. So, thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much. We do so. We have two questions. First of all, I want to thank our colleague. How is your name? Екатерина. 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 Блестящий перевод, обратите внимание, очень точный. Это очень трудно, потому что сам Александр переводит с французского на английский, и такой дословный перевод, просто замечательный. Спасибо большое. Значит, смотрите, два вопроса давайте мы зададим, чтобы поговорить про это хоть чуть-чуть. Пожалуйста, у кого есть вопросы? Ну, не может быть, чтобы ни у кого не было. Так, пожалуйста, представляйте. Вы говорите, что информационные технологии, как некая сложная структура, они учитывают, так сказать, влияние эмоций? Не учитывают эмоции и их влияние. Да, да, да. Так именно это он и говорит. То есть, вот, к вопросу о той рекламе внутри инфраструктурных технологий, то есть, в социальных сетях, допустим, рекламодатели постоянно считывают нашу личную информацию для того, чтобы избивать более корректную рекламу, и, соответственно, основываются на том, что нам нравится, что мы хотим, и мы еще что-то похоже к снеисходной инфраструктурной технологии для выявления наших потребностей. Итак, вопрос. Какой? Вопрос в том, эффективен ли такой метод в собирании информации? Я думаю, это очень интересный вопрос. Спасибо. Спасибо. . Я думаю, что в этом смысле From economics at the beginning of my studies, I would qualify it as a very precise wish to give short-circuit reward. You want the effort to be as small as possible, and you want the reaction to be maximal to a small impact. This is not, and of course my perspective in my presentation was about teaching and learning. If you ask me my perspective about selling, information technologies are great. They're magnificent. Because I can analyze what someone says in order to give him what he says he likes. But this is not teaching and learning. This is something totally different. This is short-circuit reward. And it's very good at it, but we could go totally somewhere else. We could have algorithms studying what the person would need to develop. She doesn't like that, so how can I make her like that? But marketing does the opposite. So I think we have the intelligence to do it, but we don't do it. I don't see it appearing in software or information. So I think it's okay. It's good. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you very much. I'd like to point out that I would first start with marketing and economics, and I'd like to say, that the quality of information technologies in this industry, it is the marketing and economics, it's very good. и оно очень четко определяет эмоции человека. Но здесь также присутствует краткосрочная награда, то есть они хотят использовать как минимум затрат, то есть своих сил каких-то, и получить максимальный результат с этого. Но я сейчас говорил о процессе образования именно. Обучение. Обучение, да, 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 процессе обучения. И в сфере маркетинга мы, конечно, можем, эти информационные технологии могут анализировать, что человек любит и что человек не любит, и таким образом заставлять человека покупать что-то. И с точки зрения заставления покупать человека что-то, информационные технологии являются очень эффективными и очень хорошими. Ну да, могут быть. Но в образовательном процессе обучения я не вижу сейчас, чтобы разрабатывались такие информационные технологии, которые, в принципе, мы даже можем разрабатывать. То есть у нас есть средства на это, и мы можем это делать, но такие информационные технологии не появляются, не разрабатываются. Поэтому я так мало говорил об искусственном интеллекте в моей презентации. У нас есть все, чтобы сделать это, но мы до сих пор это не делаем. И здесь есть еще одно. Есть образование образования, которые действительно созданы, в принципе, для образования. Но не так много, и обычно они не коммерческие. there is an example among us with Chess OD which is a program of course of training for development through chess you have Victor Zaretsky who shows this but also we work for instance on portfolio but portfolios can be designed to take into account a certain amount of emotions but we have problems technologically the money we have in universities and schools don't allow according to me sufficient fine-tuned interfaces with the learners and right now it's still a limitation these technologies are very expensive to develop but we have very good examples that work too, I have to say it we're not there yet for emotions and that's what I have to say the educational programs which I have just said they are mostly developed and require huge money for their development are commercial for example the program Chess OD Chess OD Chess OD Chess OD Chess OD Chess OD for a kind of development for an Whenever you have a Victor Zaretsky the program is He can play in the game and play in the game which can play in the game these programs can be done they can become they can develop portfolio of those and therefore there may be more together between information and technologies and learning and but in the current moment I don't see that if this did и в настоящий момент в информационных технологиях все-таки присутствуют эти ограничения. Так, кто еще хочет задать вопрос? Ну, пожалуйста. Дайте кофе на суть экспериментальной психологии. Саша, пожалуйста, пожалуйста, мне один вопрос. Значит, информационные технологии или информационно-коммуникативные технологии это средства, это орудия, которые человек использует и обучающийся для достижения, например, в образовательном процессе каких-то конкретных, практически значимых целей. А эмоции, они сопровождают этот процесс. Как субъективная оценка индивидуума, значимых каких-то событий. Если мы обеспечим в шахматах или в учебной деятельности длительные факты успешности целенаправленных обучающих, то этот факт, успешные факты, будут воспитывать и познавательную, и эмоциональную эскелу ребенка. Мы имеем дело с влиянием информационных технологий или с тем, что эмоции сопровождают использование информационных технологий как орудия. Мы имеем дело с влиянием информационных технологий на процесс обучения, в том числе на эмоции. Или, используя информационные технологии как средства, мы просто получаем эмоции как реакцию на успешность этих обучающих воздействий к ее. Коллеги, вопрос принципиальный. Вот в этом вопросе суть вопроса. Смотрите, что спрашивает наш коллега. Он говорит, что эмоции влияют на процессы интеллектуальные в ходе обучения, когда используется ЭКТ, или возникающие эмоции сопровождают этот процесс. Правильно я вас понял? Это принципиальный вопрос. То есть влияют ли эти инструменты на возникающие эмоции, которые помогают, мешают вот этому процессу обучения, воздействию как-то на интеллектуальные в ходе обучения? Эмоции возникают просто как сопровождающий процесс, что-то с ними там происходит. Люди как-то, дети, люди обучающие реагируют на эти вещи. Вот в этом смысл вопроса. Замечательный вопрос прямо к Льву Семеновичу Выгодскому, между прочим. Я думаю, это очень комплексный вопрос. И спасибо опять за это вопрос. Потому что это очень комплексный вопрос. Есть много элементов, according к мне. Очень мало знаний в этом. Конечно, информационная технология может быть виден как инструмент. Так что я буду использовать эмоции, конечно. Обычно. Я могу сказать, что эмоции влияют мою революцию, или мою проблему-solving? Я могу попробовать это, конечно. Но я нужна эмоции для решения проблемы. Если вы изучаете проблему-solving, я могу решить проблему-решеной, но если я хочу, чтобы у меня есть диверзент solution, то есть, что эмоции креативного процесса будет нужна эмоции. В этом процессе будет нужна эмоция. Это значит, что я нужна эмоции для того, чтобы найти новые эмоции. И найти новые эмоции для того, чтобы создать эмоции. Мы согласны на это, я думаю. Теперь, это статус информационная технология и для того, что вы спросите. Можно я использовать эмоции без того, чтобы быть influenced от того, что я использую? И, конечно, если я использую информационную технологию once в 5 минутах каждый день, то, что это не может влиять. Но если я использую эмоции, и я использую эмоции, как это происходит в определенных странах, я думаю, что в Астрале, которая используется информационной технологии постоянно, потому что они так далеко, это как они научились. На самом деле, вопрос очень сложный, и спасибо вам еще раз за то, что вы задали его. Я вижу, что в этом вопросе может быть несколько и множество элементов. Прежде всего, важно то, что информационные технологии мы видим как некий инструмент. И также эмоции влияют на то, как человек объясняет то, что он понял, и аргументирует свой ответ. Но мы можем разделить, попытаться разделить этот процесс. И, естественно, обучающемуся необходимы эмоции для того, чтобы решить проблему. И чтобы решить проблему рационально. И таким образом, нам необходимы эмоции для того, чтобы найти решение какой-то проблеме. И решение этой проблемы снова приводит к возникновению новых эмоций. Я думаю, что ваш вопрос больше направлен на статус информационных технологий или любого инструмента, который сейчас у нас есть под рукой. И если мы используем информационные технологии, если ребенок, допустим, использует технологии один раз каждый день по 5 минут, то, конечно же, информационные технологии не будут влиять на то, как он объясняет свой ответ и на аргументацию его. Но сейчас я рассматриваю очень необычный случай, когда, например, который мы можем наблюдать в Австралии, когда ребенок использует информационные технологии очень много все время. So, for me, the question is, can I use информационные технологии without that it changes my, I'm going to say it in a strange way, my relation to my emotions, the way I deal with my emotions? I will have emotions, but the way I cope with my emotions, the way I interact with people, is it going to be changed with information technology? If it is my main interaction and if I'm a young child, so I'm taking the extreme example, I have a baby, I don't know a baby, a very small child, two or three years, and his main interaction with the world is through information technologies. Does it have an effect on his or her emotional development? My answer is, I think it has. It must have. Or then, I don't understand how emotions develop and how we have an emotional development with our knowledge of human interaction nowadays. The question is, is we can use these information technologies so that they don't affect our emotions and how we interact with each other. And if a child uses these information technologies all the time, I think that, yes, they will affect on his emotions and on his interaction with others. Like, for example, I have a child. Did you mean by a baby that you have a student? No, 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 a three-year-old. No, 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 a three-year-old. Just a three-year-old. It's an example. If, for example, we can use a child, for example, for 2-3 years, which we all use in the process of the process of information technologies, then I think that, yes, the information technologies will affect on his or her of the process. We systematically, in the information technology age, I think we systematically ignore the effect of it in all processes, cognitive process, emotional process. We ignore them. I would like to call an example. We are a few of us about the same age. I'm old enough to have used handwriting until I was 22 and young enough to have used computers and word processors ever since. I don't take notes by hand anymore and I don't write anything by hand anymore. I compose everything on a word processor. The question is, do I write in the same way, do I create my texts in the same way as I used to do? The answer is no. So my way of expressing myself has changed because I use technology. And this is an easy example. We systematically ignore the effect that the information is on us and on our educational process. For example, I can give you a very simple example. I just wrote with my hand with my hand until I was not 22 years old. And after that I started writing and writing all my work and writing on the computer. And I think it affected on how I express my thoughts and express and express. That is, that is the most simple example that we can bring here. So I cannot imagine that the same doesn't apply to emotions. I don't think that the same doesn't apply to emotions. that's why yes, we will listen to your question. We will друг другу и чувствует себя как это, ну то есть для чего это, и что они кроме получают поощрение друг друга, что они отличают, и можно ли считать фотографии, воспоминания, реальные ли это воспоминания фотографий? Телесности нет, а картинка есть. Как мы это воспринимаем? У русских-то тут. Если, опять же, если моя жизнь находится на социальных сетях, и если мои эмоции, мои позитивные эмоции, зависит от количества сердца я получаю на мои фотографии, я считаю, что это другое. Почему это другое? Потому что реалии не так. Я люблю, я знаю. Я работаю на улице Москва, я не знаю, чтобы кто-то остановил меня, чтобы кто-то остановил меня. Поэтому я не depressed. Но, я имею в виду, что проблемы с эмоциями, это то, что то, чтобы быть лик, это занимает время. Я могу видеть кого-то, и я могу делать это. Конечно, это происходит все время. Но то, что я делаю? Проблема с социальными сетями, что я получаю мою сердцу, и я не буду говорить. Я не знаю. Но я не приглашаю на интеракцию. Если я смотрю кого-то в глаза, и я говорю, «О, wow». И мы both смотрим на друг друга. Может быть, мы будем говорить. Но если я поставлю сердцу, то обычно это остановится с сердцем. И я должен менять мою picture. Если я хочу чувствовать, вы все делаете, я уверен. Вы все делаете. Вы все делаете. Вы все делаете. Вы пишите, и вы пишите, и вы пишите. И вы чувствуете. И тогда, вдруг, никто не дает тебе сердцем. Есть такая способность, и вы, наверное, не станете. Почему ты работаешь, когда вы 12, когда вы 13 лет? В случае, может быть, вы узнаете. Вы научитесь делать, что это не вас, и это изменится, что это будет у вас, значит, что если вы включите отношения, то вы будете делать то, что человек хочет вам сделать. Но это же не с физом отношения. Это дисфункциональная отношения. Я очень лиря, очень боюсь о том, что это. Это хорошо. Я изменил мои фотографии. Это наркотик. Почему? Потому что реальность не похожа на это. Она не такая. То есть получение сердечек требует некоторого времени. Для того, чтобы получить эти сердечки под фотографии, нам необходимо сделать фотографию и загрузить ее в сеть. И реальность отличается, так как, допустим, я уже в Москве некоторое время, я хожу здесь по улицам, и никто еще ко мне не подходил и не вручал это сердечко, потому что я ему понравился. И для того, чтобы получить снова эти сердечки, мы загружаем новые фотографии. Мы делаем эти селфи и загружаем новые фотографии. Но внезапно, например, под нашей фотографией может не быть никаких сердечек. Но является ли это способом проявления симпатии к человеку? Когда мы проявляем это в реальной жизни, то после такой симпатии, например, когда я просто вижу человека и восхищаюсь его внешностью, например, вау, останавливаюсь и прям мне нравится его внешность, то, возможно, после этого возникнет какое-то взаимодействие между нами. Мы будем смотреть глаза в глаза, мы будем общаться друг с другом. Но общение в интернете и эти сердечки под фотографиями не подразумевают это. Мы просто получаем эти сердечки и все. И дальше загружаем новые фотографии. Таким образом, чему же учится ребенок с 12 лет, когда он использует весь этот интернет? Я думаю, что такое взаимодействие между людьми и взаимоотношения, они не являются нормальными. Это какие-то дисфункциональные отношения с нарушениями. Я бы хотел сказать, что я думаю, что мы уже не будем от времени. Но мы знаем много сегодня о церебрале пластичности, то, что наш мозг изменится все время. Это не просто слово. Мы изменим все время. Таким образом, что мы адапт все время. И если мы адапт все время, структурально, то, что мы используем информационные технологии, это делает нам изменение. Это делает наш мозг, который мы используем эмоции. И для меня, это огромный вопрос мы сейчас находимся. Мы все равно будем развивать. Но мы будем развивать в то, что? И это мой вопрос. Когда я вижу это, даже мне, я изменю, что я пишу на Facebook. Потому что после того, что я пишу очень серьезные вещи, что люди не хотят читать, я начинаю пишу больше структуру, потому что я получу больше лайков. И тогда я задумываюсь, что я делаю? Я адаптся к себе в лучшем способе. Это очень короткий репрессивный репрессивный вариант. And even I, I am doing this, although I am informed, although I am an older adult, I do that. But what do my children do? What do my pupils do? They don't learn to invest in a relationship. They don't learn to invest in a long learning process. They don't learn to be curious about something they don't like. If they learn to do like I see children do with food, blah, blah. No, but you teach a child not to do that. You teach a child to try it. Information technology is the opposite. They see a lot of things, they don't do it. I see an evolution in children. They have much more information, but they're less taking into account this information, which is a very strange phenomenon. They select very quickly, but they select according to what they like. They don't select according to what it could give them in the long term. Example. Example. And my question is, to which it will lead to us, and where we, of course, we will continue to develop, but in what direction, in what direction, we will continue to develop. So, I'm trying to get into account for people. So, I'm trying to get into account for people, to get into account for the information, which they really like. They like. So, I'm already raised and informed about it, and I know about it. And children now don't teach invest and invest in their future relationships. So, for example, it happens with food. When we don't like food, we just leave it and leave it. And so, it happens with information. У детей сейчас огромное количество информации, гораздо больше, чем у нас было, и они сразу же умеют ее выбирать, в зависимости от того, нравится ли она им или нет. И сейчас это является очень странным феноменом. И они не выбирают информацию, исходя из того, что они могут получить от нее в перспективе, а исходя из того, нравится ли она им или нет. Коллеги, я думаю, мы поблагодарим профессора Буссе. Значит, одно суждение по тому, что было сказано. Первое. Посмотрите, даже вот такой маленький дискурс, анализ влияния информационных систем и технологий на эмоции, на эмоциональное развитие ребенка, на эмоции человека, на эмоциональное развитие человека в процессе обучения, целый пласт вопросов подняло. Значит, это и сети, это и, собственно, обучение, это и просто взаимодействие с устройством. Значит, вот если говорить то, о чем вопросы были самых разных вот здесь полей, но очень важный вопрос, который, на мой взгляд, был по существу задан, это вопрос об эмоции и интеллекте. Вот как связаны эти две вещи. И фактически вот этот вопрос, он является ключевой. Это вопрос к Леу Семеновичу Выгодскому, на самом деле. Сейчас скажу, почему. Значит, первое, что мы сегодня как бы фиксируем, это то, что все-таки сегодня в основном рассматривалось влияние информационных технологий, информационных систем на обучение человека. Вот это вот очень важно. То есть, все вопросы, которые были потом, очень важные. Но вот это вот эти вот вопросы. При обучении. При обучении. Значит, очень важна позиция Льва Семеновича Выгодского, который говорит так, что в процессах деятельности инструменты выступают либо как орудие, либо как знак. Очень важная позиция Льва Семеновича Выгодского. Это что значит? Это значит, что технология, которая мне дается, может быть просто инструментом и средством воздействия на тот объект, с помощью которого происходит, который преобразуется с помощью данной технологии или данного устройства. Но, говорит Выгодский, всякий инструмент может быть в определенной степени рассматривается как знак, как то, что воздействует на функции психологические человека и преобразует эти функции. Вот вторая часть связана с коммуникативно распределенными аспектами деятельности человека. И когда мы вот этот вопрос рассматриваем, этот вопрос, он как раз нам определяет площадку, где мы задаем вопрос. Где там эмоция? Если инструмент используется как орудие, это один тип эмоций. Это эмоции подкрепления, хорошо, поощрение, как говорилось, да, или не поощрение, это бихевиоральные схемы, когда эмоции сопровождают процессы решения задач. И, соответственно, в данном случае мы видим, что эмоции не включаются в процессы самого учения и обучения. Вторая часть, на мой взгляд, это отдельная тема, отдельный доклад, надо по этому поводу делать, когда эмоция сопровождает вот это вот применение технологии в качестве знака деятельности. То есть, когда оно понимается как средство коммуникации и взаимодействия с другими людьми. По крайней мере, Выгодский так различал. И он оставил эту проблему нерешенной. Давыдов в своих работах, я об этом писал, говорит, что нерешенной проблемой теории деятельности является взаимодействие, или даже, как говорил Выгодский, единство аффекта и интеллекта. Что значит единство? Это значит, что эмоция не сопровождает, а является факел, запускающий новый уровень работы интеллектуальной структуры. Я сейчас не буду это обсуждать. Это по Выгодскому, это сходно с идеями Пиаже, это есть, кстати, у канадских исследователей, это написано. Я хочу, вот это первое важное развлечение, если следовать Выгодскому. А функция, которая здесь очень важна, я думаю, что Виктор Кирилл Зарецкий мог бы нас здесь поучить немножко. Мы его попросим, потом здесь сделаю доклад. Почему эмоция останавливает действие, которое не достигает результата, и заставляет человека обратиться к ограничениям действия, если эмоция возникает, как вот это вот отношение во взаимодействующей среде? Об этом очень важно мне сейчас сказать. Это вот для меня просто принципиально. Ну, я вот с этой точки зрения рассматриваю. Вот смотрите, коллеги, мы вот все-таки замечательный доклад, который показывает, что исследование эмоций в процессе обучения в условиях использования информационных систем, оно находится, ну, как бы сказать, в процессе исследования. Вот был такой очень интересный исследовательский проект. Я принимал в нем участие. Называлось «Дети в информационном веке. Влияние информационных технологий на развитие детей». Это был проект ЮНЕСКО. Там участвовало пять стран. Россию я представлял, вот еще там два психолога. Участвовало Соединенные Штаты Америки, Болгария, Бразилия и Китай. Это было достаточно давно, это был 77-78 год, есть публикация по этому поводу. И там разделены два рода учебных процесса. Процесс, когда дети используют это как инструмент решения задачи, а вторая группа, когда дети используют это как средство взаимодействия и коммуникации между собой. И с этой точки зрения вы задаете очень интересный вопрос. А вот эта вот фотография пустая, без телесности, это что такое? А это обратная сторона вопроса. Это когда коммуникация без задачи возникает. И тогда предмет и объект замещаются вот этой вот картинкой, замещающим образом. И в этом смысле вещь очень опасная. Если не находится другой ряд эмоций, говорил Выгодский, другой ряд стимулов, которые запускают у вас вот эту позитивную эмоцию, вы можете оказаться в ситуации, когда вот эта реальность с вот этими фигурками становится для вас замещающей и реальной. И в этом риск, с которым сталкивается сейчас наше информационное общество, и прежде всего дети. Но не только дети. Мы видели, я видел людей, которые сидят в соответствующих местах, у которых, что называется, крыша съехала на эту почве. Вот. Значит, я хочу сказать большое спасибо. Thanks a lot for your presentation. It's extremely interesting for us, for all these people, who work especially in the Godskins-Leonsev tradition. So, thank you very much. Так. Значит, спасибо большое, Екатерина. Значит, у нас есть еще одно сообщение, называется «Эмоциональные интеллекты и подходы к изучению условий информационного общества». Два сообщения. Кочетова Юлия Андреевна, если вру в фамилии, извините меня, она кандидат наук, магистр Первого Римского университета, клинический психолог и доцент нашего факультета. Пожалуйста. Так, добрый вечер, уважаемые коллеги. Очень приятно видеть всех собравшихся на семинаре. Хочется сказать большое спасибо Ольге Витальевне Рубцовой за приглашение принять участие в замечательном семинаре междисциплинарного исследования современного детства. И, собственно говоря, после такого доклада, да еще плюс комментариев Виталии Владимировича Рубцовой выступать достаточно сложно. Но тем не менее, когда мы обсуждали с Ольгой Витальевной доклад, который мне сейчас предстоит сделать, мы решили, что необходимо затронуть вот такие достаточно важные и сложные вопросы. Но в последнее время достаточно активно используется такой термин, как эмоциональный интеллект, он пришел к нам из-за рубежа. И вот хочется понять, что же это такое эмоциональный интеллект, какие существуют модели исследования, зарубежные, отечественные модели исследования эмоционального интеллекта. Существует ли вообще связь между развитием эмоций эмоционального интеллекта и современными информационными и коммуникативными технологиями. В своем докладе я, наверное, рассмотрю такие небольшие исследования, касаемые влияния социальных сетей на развитие эмоциональных детей. И можно ли измерить эмоции, можно ли измерить эмоциональный интеллект, поскольку мы несколько уже ограничены во времени, поэтому я, наверное, про диагностику смогу рассказать в личном порядке, кто захочет подойти. Поэтому мы, наверное, затронем первые вот эти вот три основные вопроса. Итак, вообще термин эмоциональный интеллект, как я уже сказала, пришел к нам из-за рубежа, и в России к нему относятся очень противоречиво современные ученые. Кто-то говорит, что этот термин ненаучный, что более того, он в какой-то степени даже избыточным является понятием, поскольку он тождествен в какой-то степени социальному интеллекту, коммуникативной компетенции, эмоциональной чувствительности и прочее. А уж тем более, если мы говорим о действительно связи или единстве эффекта интеллекта, которые были предложены Львам Семеновичем Выгодским, дальше разрабатывались Владимиром Петровичем Зинченко в том числе, и далее Давыдовым, Ильхониным и так далее. Поэтому здесь возникают споры. А кто-то считает, что такое понятие, как эмоциональный интеллект, является таким понятием новым, перспективным, и разработка этих вопросов является достаточно продуктивной для современной психологии. Большинство источников приписывают авторство этой теории эмоционального интеллекта Дэниелю Гольману. И вот возникает вопрос, действительно ли это так, действительно ли Дэниел Гольман является автором этого термина. И вот сейчас давайте в этом разберемся. Действительно ли это так? Значит, Гольман занимался, на самом деле занимал не сверх какую-то невероятную должность, он работал приглашенным преподавателем в Гарвардском университете. И, собственно говоря, при этом очень хорошо писал, то есть очень хорошо владел пером. Он был редактором журнала Psychology Today, он был редактором журнала New York Times, научно-популярного такого журнала. И на самом деле много он написал научно-популярных книг, но одна из них звучала как эмоциональный интеллект, почему он может быть важнее, чем IQ, чем интеллект. И вот эта книга набрала огромную популярность, была переведена более чем на 30 языков, и сейчас уже в США продано более миллиона экземпляров, а по всему миру более 5 миллионов. Но я хочу сказать, что я знакома с этой книгой, написана достаточно таким популярным, научно-популярным текстом, и сказать, что она имеет какой-то такой невероятный вес в науке, конечно, сказать сложно. Но тем не менее, Гольман дает такое определение эмоциональному интеллекту. Он говорит, что это признание за собой и другими как позитивных, так и негативных чувств, умение отделять личные ощущения от голых фактов, а также навык чувствовать настроение, темперамент и другие какие-то переживания других людей, в том числе и свои переживания. Вот такое определение дает Гольман. Но чтобы не быть голословным, Гольман даже более того пытается подтвердить свои исследования научными фактами. Он проводит такие интересные исследования в области высоких технологий в США, в системе коммуникаций, и приходит к таким выводам, что более успешными с точки зрения профессиональной деятельности являются не те специалисты, которые имеют много дипломов, которые имеют высокий уровень IQ, а те, которые имеют более успешные и более высокий уровень развития тех качеств, о которых он и говорит. Но опять же, возвращаясь к анализу этих исследований, мы приходим к выводу о том, что все на самом деле сотрудники данной компании имели достаточно высокий уровень интеллектуального развития, что как бы являлось изначально и условием их профотбора. Поэтому, собственно говоря, Гольман предлагает вот такую вот схему эмоционального интеллекта, модель эмоционального интеллекта, да, вот, куда входят разные компоненты, такие как самосознание, самоконтроль, социальная чуткость, управление отношениями и прочее. Ну и, собственно говоря, сам вопрос, является ли на самом деле Гольман таким основоположником этого термина? И на него, конечно, ответить не так сложно, поскольку мы находим уже идеи об эмоциональном интеллекте у Торндайка, который использовал понятие социального интеллекта. Он говорил о том, что это способность понимать людей, управлять ими, поступать разумно в человеческих отношениях. То есть для Торндайка социальный интеллект выступал как, ну не в качестве ума как такового, а являлся приложением общего интеллекта в сфере именно человеческих отношений. И более того, за 12 лет до публикации Гольмана мы находим у Говарда Гарднера его замечательно предложенную множественную модель интеллекта, которая включает в себя помимо традиционных вербальных логико-математических и других структур, включает еще так называемый межличностный интеллект и внутриличностный интеллект, которые как раз нам очень важны для понимания эмоционального интеллекта, про который как раз и говорит Гольман. Межличностный интеллект – это возможность взаимодействия, коммуникации с другими людьми, понимание их эмоций и переживаний, а внутриличностный эмоциональный интеллект – это возможность понимать свои эмоции, свои переживания, воздействовать на эти эмоции и переживания, то есть уметь управлять своими эмоциями. И Гарднер говорит, что что как раз вот эти вот два последних, две последние способности и рассматриваются вместе как основы эмоционального интеллекта. Хотя, уточняет Гарнер, чтобы не быть, как говорится, не брать на себя такую ответственность за этот термин эмоциональный интеллект, по моей версии, они сосредоточены главным образом на познании и понимании, нежели на чувствах. Ну и в дальнейшем, все-таки мы можем говорить о том, что Гольман позаимствовал идею эмоционального интеллекта, но в науке и в психологической науке мы этот термин, безусловно, встречаем. И авторами этого термина являются два психолога. Один психолог из университета Нью-Гэмшин, другой из Ельского университета. Это Джон Мэйер и Питер Соловой. И они говорят о том, что вот это распространенное бытовое мнение о том, что такое эмоциональный интеллект, который так быстро распространяется среди популярной публики, поскольку огромное количество публикаций на эту тему, имеют, в общем-то, и научные корни. И сильно отличаются от того понимания, которое есть в бытовом варианте. А как, собственно говоря, появилась такая вот идея? В свое время впервые один из этих психологов купил свой дом впервые, и они встретились со своим другом в этом доме и начали беседовать. Один из них занимался изучением интеллекта, а другой занимался изучением эмоций. И в такой вот бытовой беседе у них возникла идея и мысль, а есть ли между вот этими двумя процессами, которые, как им тогда казалось, некими такими антагонистами, есть ли между ними какая-либо взаимосвязь. И было несколько сделано статей, которые как раз-таки Гольман и редактировал, как вот редактор журнала Psychology Today и прочее. И он обратился за просьбой к Мерсу и Соловею о том, чтобы написать книгу. И попросили они, чтобы он все-таки их там указал как-то, их авторство. На 47-й странице он все-таки указал, но тем не менее, да, такую популярность этот термин приобрел именно благодаря Гольману. Но научные исследования предназначены к Мерсу и Соловею. Поэтому сегодня мне хотелось бы вам представить две модели эмоционального интеллекта. Это как раз научная модель Мерсу и Соловея и модель эмоционального интеллекта нашего с вами соотечественника, который также работает в высшей школе экономики, в области когнитивных наук, изучает взаимодействие эмоций и интеллекта. Это Дмитрий Владимирович Люсин. Он тоже предлагает свою определенную модель эмоционального интеллекта. Мне очень понравилось, поимпонировала вот эта цитата Мерсу и Соловея, где он говорит о том, что человеческое мышление не ограничивается рассудочной калькуляцией. На высших уровнях своего поведения, при принятии ряда ответственных решений, человеку необходимо отдать себе отчет о своих чувствах, сопоставить с ними гипотетическое решение. И когда мы говорим о человеке, что он романтичный, добросердечный, недружелюбный, мы подразумеваем особый, чрезвычайно сложный способ обработки информации. И эти процессы недалеко не так формальны, например, как построение силогизма. То есть в данном случае Мерс Соловей говорит нам о том, что действительно эмоции участвуют в процессе принятия решений. А принятие решений, формирование понятия — это когнитивные функции. И есть и обратное влияние, то есть происходит некое протекание в обратном направлении. Эмоции порой поглощают мыслительные процессы, помогают подметить неожиданные альтернативы, сделать лучший выбор. Но, оговариваются Мерс Соловей, не как Гольман, который говорил, что забудьте про интеллект, есть только эмоциональный интеллект, и только он определяет нашу с вами успешность во всех деятельностях. Нет. Мерс и Соловей говорят, что хотя эмоции и интеллект взаимосвязаны, и эти связи очень разнообразны, лишь некоторые из них делают нас по-настоящему умнее. И эту сферу взаимного пересечения и влияния авторы как раз и определили как эмоциональный интеллект. Собственно говоря, содержит этот конструкт из трех способностей. Первая способность, как считал Мерс Соловей, это идентификация и выражение эмоций. То есть я могу идентифицировать эмоцию другого человека и выразить в том числе и свою эмоцию. Регуляция эмоций. То есть я могу контролировать процессы эмоциональные, которые происходят у меня. То есть опять же, связи аффекта интеллекта. То есть я могу контролировать свои переживания, эмоции. Использование эмоциональной информации в мышлении и деятельности. И вот вы видите здесь такую большую схему или модель эмоционального интеллекта, которую предложили Мерс и Соловей. Позже к ним присоединился еще в исследовании Каруза. Они говорят о том, что основными вот этими тремя компонентами является идентификация, регуляция и использование эмоций. Каждый из этих компонентов делится как бы на интер и интроперсональные, то есть своих эмоций и чужих эмоций. А в использовании они добавляют гибкое планирование, творческое мышление, переключение внимания и мотивацию. То есть такие вот процессы. А позже эта модель была несколько усовершенствована. То есть были выделены уже четыре компонента. И более того, Мерс и Соловей впервые сказали нам о том, что именно так происходит развитие эмоционального интеллекта в антогенезе. Они сказали, что вперед возникает некая идентификация эмоций. То есть в данном случае это способность заметить сам факт наличия эмоций, идентифицировать ее, понять, насколько верна эта эмоция. Это возникает в определенном возрасте. Второе – это использование эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности. В данном случае это способность активировать мыслительные процессы с помощью эмоций. То есть это способность использовать эмоции для направления внимания на нужное событие, вызвать эмоции, которые способствуют решению задач. Например, использовать хорошее настроение в тот момент, когда я хотел бы повысить свою творческую активность. Третье – это понимание эмоций. То есть способность понимать комплексы эмоций, связи между ними, переходить от одной эмоции к другой, понимать причины возникновения эмоций, вербальную и невербальную информацию о них. И четвертое, самый поздний компонент, который возникает в антогенезе, с точки зрения Мерса и Соловея – это управление эмоциями. Это способность к контролю за эмоциями, снижение интенсивности отрицательных, например, эмоций, как они говорят, осознание своих эмоций и прочее. И на основе вот этой модели Дмитрий Владимирович Люсин разработал свою, нашу отечественную модель эмоционального интеллекта, которая представлена и кандидатской диссертацией, и множествами публикаций. Он говорит, что эмоциональный интеллект – это способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. Что важно, что добавил к этому Дмитрий Владимирович Люсин. Он сказал, что способность к пониманию и управлению эмоцией может быть направлена на собственные эмоции и на эмоции других людей. И вот эту направленность на собственные эмоции он назвал внутриличностным эмоциональным интеллектом. Направленность на эмоции других людей – межличностным эмоциональным интеллектом. И вот интересно, что в свое время, когда мы защищались в магистратуре в Италии, Дмитрий Владимирович Лубовский был моим руководителем, и мы провели такое большое достаточное исследование, порядка 400 человек мы обследовали, и выяснили гендерные различия в проявлении внутриличностного и межличностного эмоционального интеллекта, как одна из небольших таких задач. И выяснилось, что для женщин более характерен и более развит межличностный эмоциональный интеллект, а для мужчин внутриличностный эмоциональный интеллект. То есть мужчины, видимо, как бы, это я сейчас говорю про русскую выборку, да, есть такие некие культурные стереотипы, там мальчик не плачет, да, не должен проявлять свои эмоции, поэтому, видимо, да, вот с этим как-то связано такое вот возникновение. Вот. Ну и что самое важное, да, Люсин говорит о том, что понимать эмоциональный интеллект только как когнитивную способность нельзя, да, это еще и, безусловно, наличие каких-то определенных черт личности, да, он говорит про общую направленность личности на эмоциональную сферу, то есть это интерес к внутреннему миру, к своим переживаниям, к переживаниям других, возможностей рефлексии в том числе, да, вот, ну и прочее. И он говорит о том, что существуют некоторые факторы, да, факторы, которые влияют на развитие эмоционального интеллекта. Когнитивные способности, сюда входят такие факторы, как скорость и точность переработки эмоциональной информации, например, да, насколько человек может быстро перерабатывать именно эмоциональную информацию. Представление об эмоциях, да, то есть это ценности в эмоциях, важный источник информации о себе и о других людях, да, то есть как я это воспринимаю. И вообще особенности эмоциональности, как некая такая врожденная характеристика, да, то есть у нас же темперамент врожденное свойство, поэтому в данном случае это эмоциональная устойчивость, эмоциональная лоббильность, эмоциональная чувствительность тоже определяет особенности, собственно говоря, нашего эмоционального интеллекта. Ну и дабы долго не задерживаться дополнительно еще на теории, хочу вам представить несколько исследований, которые касаются эмоционального интеллекта и пространства социальных сетей, потому что наша сегодняшняя тема, семинар, она в большей степени как раз этому и посвящена. На самом деле таких исследований достаточно мало, но при этом совершенно недавно была замечательная встреча с Катериной Николаевной Поливановой, которая высказала, на мой взгляд, такую очень любопытную мысль, что при стремительном развитии технологий социальных медиа трансформируется мера и способ участия в них подростков, говорит Катерина Николаевна. И если в начале их применения социальные сети дополняли непосредственное общение, то сейчас в силу развития мобильных технологий непосредственное общение и опосредованно представляет собой единое пространство. То есть, скажем так, это говорит о том, что подростки практически всецело погружены в общение в социальных сетях, им там достаточно комфортно, это как будто бы их некая такая вторая жизнь. И действительно, на нашей кафедре возрастной психологии имени профессора Людмил Филипп Набуховой, доктора психологических наук, которая всегда поддерживала исследования детства, ведется сейчас очень много таких исследований, в том числе и у магистрантов Ольги Витальевны Рубцовой, других наших преподавателей, как раз влиянию социальных сетей, влиянию онлайн-игр и других таких медиапространств на психологические особенности развития детей. Но здесь на самом деле вопрос заключается вот в чем, что действительно, если мы посмотрим с вами на статистику, то она достаточно такая жесткая. И если в среднем подростки проводили где-то на 2010 год около 7 часов в день в устройстве, и это по неким таким статистическим данным из некоммерческого частного фонда Кайзера, то сейчас это время возрастает, становится значительно более активными пользователями социальных сетей. И мы отмечаем не только качество пользования, что именно содержательно делают подростки, но и время, которое они проводят в социальных сетях. И сейчас происходит что? Что это время возрастает все больше и больше, то есть чаще и больше подростки используют и сидят в интернет-пространстве. И есть такое мнение, некоторые исследователи высказывают такое мнение, что современный мир, который как раз переполнен социальными сетями, онлайн-пространством, не позволяет в достаточной мере развивать эмоциональное общение. Но такая связь только начинает изучаться. Правильно Виталий Данилович сказал о том, что сейчас происходит, только-только начинаются такие исследования, они набирают свои обороты, и при этом, несмотря на то, что их достаточно мало, это достаточно актуальная тема, и она должна быть исследована, эти исследования должны быть проведены, и обязательно выяснены результаты о том, что вообще происходит сейчас с ребенком при использовании социальных сетей. Мне очень понравился вот такой пример из замечательной книги Майкла Харриса, где он описал вот такой вот случай в автобусе, где он рассказывает о том, что он зашел и наблюдал за ребенком, за подростком, который вошел в автобус и сел на место. Напротив него сидел подросток, и было понятно, что они переглянулись, они друг друга знают. Но при этом активную коммуникацию и взаимодействие они не поддержали. Они начали перекидываться сообщениями, и один поднимал на другого взгляд, только для того, чтобы улыбнуться, и посмотреть, как он реагирует на ту, например, картинку, которую он присылает ему в сообщении. Вот так они и не вступили в активное взаимодействие. И вопрос о том, как вообще проявляются эмоции, как ребенок выражает какие-то свои переживания вот в этой переписке в этих социальных сетях, тоже остается открытым. И вот интересно, что директор отдела инициатив Шерри Теркл тоже проанализировала в этой книге сотни бесед с детьми, которые используют онлайн-игры, социальные сети. И почти в 80 случаях дети указывают на то, что им комфортнее общаться через социальную сеть. То есть им проще взаимодействие именно в таком вот формате. И это, знаете, замена истинных эмоций вот этими эмоциями, которые мы посылаем. То есть сейчас это огромное количество смайликов, которые увеличиваются для того, чтобы передать какое-то свое эмоциональное состояние. То есть наши контакты с друзьями становятся менее эмоциональными, как уверяют нас ученые, которые исследуют, начиная с 1979 по 2009 год, и утверждают, что уровень способности к спереживанию среди студентов американских колледжей сильно падает. И нужно понимать, насколько вот такой способ передачи эмоциональной информации, как он влияет на эмоциональное развитие ребенка, подростка, в том числе и взрослого человека. Но последнее, наверное, что я хотела бы еще здесь рассказать. Помимо того, как сами социальные сети влияют на эмоциональное развитие подростка, нужно еще задуматься о том, как уровень эмоционального развития или уровень эмоционального интеллекта влияет на то, как используются эти социальные сети. Как человек их использует. И я столкнулась с таким тоже любопытным исследованием, которое публиковалось в рамках Европейской конференции в Великобритании 2008 года. Это Оливия Хорнонг со своими коллегами. Она говорит о том, что выборки из 105 испытуемых, там они, по-моему, исследовали старших подростков, юношеский возраст и взрослых людей. Использовали они такой опросник Вонга Лоу, который позволяет раскрыть особенности эмоционального интеллекта, эмоциональной сферы. И предлагали еще свою анкету, которую они разработали самостоятельно. Я приложила тут совсем немного данных этой анкеты. Где они узнавали, как человек использует Фейсбук. И какие данные они получили. Получили они следующие данные. Что люди с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта с большой вероятностью, большей вероятностью, пользуются не только ресурсами полученных знаний, но и продуктивно умеют пользоваться социальными сетями. То есть, если вы мне простите такой бытовой язык, не просто зависают ради интереса в этих социальных сетях, но могут использовать их продуктивно. То есть, они используют их для того, чтобы выкладывать результаты своей творческой деятельности. Они выкладывают туда, как нам Александр Дюссе привел пример, информацию о том, что у него какие-то новые исследования, решения чего-то или что-то еще. То есть, эффективно используют социальную сеть. При этом, это исследование, которое подтверждает Мэйер, что люди с низким уровнем эмоционального интеллекта, с низким уровнем понимания своих переживаний, эмоций и прочее, воспринимают долгое пребывание в социальных сетях, как некую социальную перегрузку. Испытывают страх отказа при взаимодействии в соцсетях. И на самом деле встречаются и наши сейчас современные исследования, касаемые продуктивного использования соцсетей при высоком уровне эмоционального развития. Например, люди с высоким уровнем эмоционального осведомленности чаще используют интернет именно продуктивно. Для знакомства с новыми людьми, для общения с людьми, с которыми они не могут пообщаться лично, для размещения продукта в своей деятельности, ну и прочее. И пользователи с хорошими навыками управления собственными эмоциями в виртуальном пространстве имеют множественные цели. Это и поиск нужной информации, и деловая переписка, и вступление в группы по интересам, новости и прочее. То есть используют социальные сети достаточно продуктивно. Но я, наверное, про диагностику уже эмоционального интеллекта, если кому-то интересно, могу рассказать уже в личном порядке, дабы не задерживать время, поскольку у нас есть некий такой рекламент. Вот. Все, спасибо большое. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Время у нас вот такое. У нас есть еще один докладчик, да? Мы его хотим послушать. Или нет, мы перенесем. Послушаем докладчик еще? Как? Меня проснулся. Вопрос, пожалуйста. Ну, пожалуйста, прошу прощения, меня смутили цифры, может быть, так и есть. Если сейчас подросток от 8 до 18 лет проводит в среднем 10 часов за компьютером. Ну, не за компьютером, не за компьютером. Ну, за компьютером, я понимаю, что это. Да, вот, например, вы сидите, ваш телефон лежит у вас на столе, вы слушаете. Сейчас мы наблюдаем даже, допустим, вот среди подростков, потому что у меня многие коллеги работают в школе, подростки не выпускают телефон из рук. Даже на лекции. Да, да, я очень часто такое наблюдаю, что он сидит, слушает, а параллельно он сидит и что-то листает. Я, например, пишу сейчас письма. Все время спрашиваю. Я имею в виду, что это действительно, то есть вообще, не знаю, взяли хорошую выборку любых возрастов, там, деревенских, любых стран. Нет, это не наша, не российская выборка, да? Конечно, безусловно. То есть таких вот данных именно у нас в России еще пока нет, к сожалению. И то, что 7 или 8 лет назад было, тоже это не наши данные, да? Да, безусловно. Я об этом оговаривалась в докладе, что это данные зарубежных исследований. И мы в основном по просьбе Ольги Витальевны переводили именно зарубежные исследования, потому что наших исследований, таких вот глобальных на эту тему, еще пока, к сожалению, нет. И они есть какие-то вот еще разрозненные, но вот этот пласт, который был выбран именно в рамках исследования, международного исследования современного детства, он неспроста, он безумно актуален. Поэтому сейчас мы ставим такую задачу, чтобы как-то... У нас пока не сравнивается, и нет сравнения использующие, не использующие? Нет, безусловно, такие работы сейчас есть, и магистрские, и аспирантские работы есть. И вот у нас буквально в прошлом году в магистратуре защитил молодой человек, который как раз писал под руководством Ольги Витальевны, тему как раз касаемую проведения в интернет-пространстве определенного количества времени, ролевое экспериментирование подростков и прочее. Это достаточно интересная работа в нашей библиотеке, она у нас доступна, вы можете об этом с этим познакомиться, да. Коллеги, давайте мы не будем вопросы задавать, я просто у нас очень мало времени уже, у нас уже почти 2 часа. Я просто хочу одни данные сказать, вот что точно. Значит, есть исследования английских истинноученых, которые показали в последнее время, установлены корреляции между временем использования технологии и сети на развитие психологических истинноученых. Память, внимание, непонятно, что происходит с волей, обратное скорее влияние, да. Но память и внимание, вот когда телефон лежит, вот говорит, да, ты все время находишься в состоянии, то есть он попадает в твое поле внимания, и ты вынужден вот эти разные потоки информации держать и фиксировать. Точно данные, с этой точки зрения, очень интересно, как бы, вернуться к основаниям происхождения вот этих изменений. Почему это происходит, да, то есть вернуться опять к Курготскому, исходить из того, что меняется реально социальная ситуация подростка, да, она меняется по объему информации, по количеству информации, по источникам информации, под востребованности новых систем регуляции при обработке использования его, да, и задействованию своих психологических функций. Вот это вот точно. Где реализуются нехущие деятельности? Да, да. Можно сказать, что в какой-то позитивный... По-разному. По-разному, да. По-разному. Посмотрите, вот память, какая память, да, сразу возникает вопрос, что с вниманием происходит. Потому что он часть информации держит, а часть информации пропадает. То есть вот эти исследования сейчас сильно идут, и они вас ведут. Татьяна Анатольевна, сделай. Так, Татьяна Анатольевна поведет дальше всю эту историю. Значит, следующий докладчик у нас к Лимаковой Марии Вячеславовне, а Юлию Андреевну давайте мы поблагодарим. Очень интересно. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Добрый день. У нас с предыдущим докладчиком была затронута такая тема, как эмоциональный интеллект. И в связи с этим хотелось бы сказать, что в основном, конечно, эта проблема разрабатывается в зарубежной психологии. И основное количество исследований этой проблемы тоже происходит в зарубежной психологии. И в связи с этим перед нами встала такая задача посмотреть, какие есть исследования, опять же, в зарубежной психологии, которые посвящены эмоциональному интеллекту и его связям с такими актуальными темами, как информационные технологии, интернет, интернет-зависимость, кибербуллинг и так далее. И вот некоторые из этих исследований мы хотели бы вам представить. Первое из этих исследований касается проблемы связи азартных игр, которые происходят онлайн с уровнем эмоционального интеллекта. Это исследование 2008 года. И при постановке проблемы авторы этого исследования опирались на основные положения, которые были получены в других предыдущих исследованиях, касающихся подобной темы. Ну вот самое основное здесь, первое положение заключается в том, что способности к саморегуляции могут являться фактором риска для развития склонности к зависимому поведению. То есть чем ниже способности к саморегуляции, тем больше склонность. Также недостаточно развитые способности к саморегуляции способствуют трудностям преодоления тревожности и, соответственно, это способствует тому, чтобы человек выбирал компульсивное поведение для удовлетворения каких-либо эмоциональных потребностей. Также показана здесь связь и с алекситимией, которая тоже как бы концептуально связана с таким понятием, как эмоциональный интеллект. В исследовании были включены 667 подростков из Онтарио и, соответственно, изучались у них эмоциональный интеллект, склонность к интернет-зависимости, склонность к видеоиграм и склонность к азартным онлайн-играм. И в результате исследования были получены основные результаты, которые заключаются в том, что эмоциональный интеллект, по словам авторов, может являться предиктором для зависимого поведения, поскольку были найдены связи у межличностного эмоционального интеллекта со склонностью к видеоиграм и к азартным играм в группе младших подростков и со склонностью к видеоиграм, к азартным играм и к интернет-зависимости у старших подростков. Следующее исследование — это исследование 2009 года, и оно связано с проблемой использования интернета, мобильного телефона и клинических симптомов у студентов. Также при постановке проблемы здесь исследователи опирались в основном на то, что использование неадаптивного интернета может вызывать ряд различных психологических проблем, дистресс, переживание одиночества, беспомощности и так далее. Выборку этого исследования составили 404 первокурсника в Университете Барселоны, и, соответственно, также были проведены исследования уровня эмоционального интеллекта, был проведен опросник об опыте, связанном с интернетом, анкета проблем при использовании мобильного телефона и опросник психологических расстройств. В результате были получены данные о том, что неадаптивное использование интернета связано с психологическим дистрессом у студентов. И такой компонент эмоционального интеллекта, как умение поддерживать свои эмоции, свои чувства, как раз связан с более адаптивным использованием интернета. То есть чем лучше студент умеет поддерживать свои эмоциональные состояния, тем он адаптивнее использует. И, соответственно, такой компонент, как внимание к эмоциям, то есть чем больше вообще, в принципе, внимания студент посвящает своей эмоциональной сфере, связан с неадаптивным использованием интернета. У них получился интересный результат о том, что студенты, которые, наоборот, много очень внимания обращают на свои переживания, как раз используют интернет чаще, чем те, которые меньше внимания обращают на свои переживания. Следующее исследование — это исследование 2015 года, которое посвящено связи эмоционального интеллекта с коммуникативными навыками и с информационными технологиями. Здесь, как в качестве постановки проблемы, авторы говорят о том, что в учебной деятельности в основном показателем успешности рассматриваются академические достижения, а коммуникативные навыки, эмоциональные компетенции не рассматриваются. И, соответственно, у выпускников возникают трудности в применении полученных знаний на практике. И также они говорят о том, что необходимо создать специальные тематические семинары, которые могли бы именно эти умения у студентов развивать. В исследовании приняло участие 3101 человек, и оно проводилось в Малайзии в 10 государственных университетах. Также они исследовали эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки и самооценку компьютерной эффективности. В качестве результатов были получены следующие положения. Была выявлена связь между эмоциональным интеллектом и коммуникативными навыками. Чем выше уровень эмоционального интеллекта у студента, тем, соответственно, выше уровень коммуникативных навыков. Также вообще все три компонента оказались связаны друг с другом. То есть чем выше уровень коммуникативных навыков, тем выше уровень навыков использования информационных технологий. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень навыков использования информационных технологий. То есть, таким образом, все три вот эти темы оказались связаны друг с другом. Следующее исследование посвящено связи между эмоциональным интеллектом и интернет-зависимостью у учащихся средней школы. Это исследование 2017 года, и оно проходило в Иране. При постановке проблемы они опирались на следующие положения. На положение о том, что управление эмоциями, как собственными, так и эмоциями других людей, связано с навыками преодоления стрессовых ситуаций, трудных ситуаций. И также связано с воздержанием от приема наркотиков, как первичного, так и повторного. Кстати говоря, вот в этом исследовании почему-то не было указано количество человек, которые приняли участие в исследовании. Таких данных просто не было в статье. Но они использовали опросник эмоционального интеллекта Барона и тест интернет-зависимости Янг. И в качестве результатов выяснилось, что все практически компоненты эмоционального интеллекта были связаны с интернет-зависимостью. То есть чем выше был уровень развития эмоционального интеллекта и всех его компонентов, а это такие компоненты, как саморегуляция, самооценка, эмпатия, умение решать проблемы, гибкость или адаптивность, толерантность к стрессу, оптимизм, удовлетворенность к жизнью. Чем выше уровень развития всех этих компонентов, тем, соответственно, ниже уровень интернет-зависимости. Еще одно исследование, это исследование 2018 года, которое посвящено связи эмоционального интеллекта и различных ролей, которые могут занимать дети, участники кибербуллинга. Вообще в последних исследованиях, точнее, извините, не в последних, а в принципе в исследованиях, которые были посвящены этой теме, считалось, что у агрессоров уровень эмоционального интеллекта ниже, чем у жертв. И вообще в принципе ниже, чем у тех, кто не участвует в буллинге. Но в исследованиях последних лет были получены данные, которые наоборот показывают, что у агрессоров уровень эмоционального интеллекта выше, чем у жертв буллинга и чем у тех, кто никак не участвует в этом. а, соответственно, наоборот, у жертв уровень эмоционального интеллекта ниже, поскольку они не могут справиться с ситуацией, соответственно, не могут ее верно оценить. В исследовании принимало участие 505 детей, исследование проходило в Тегеране, и также измерялся эмоциональный интеллект, и была составлена исследователями авторская шкала для оценки статуса в кибербуллинге. В результате выяснилось, что у агрессоров как раз выше такой компонент, как социальная ответственность. Социальная ответственность здесь, как бы, это компонент, который предлагает барон в своей модели, и он говорит о том, что это умение взаимодействовать, договариваться, вступать в контакт с другими людьми. У девочек получилось в исследовании такой компонент, как эмоциональная осведомленность, то есть понимание своих эмоций выше, и, соответственно, обнаружилась ее связь с кибербуллингом. Здесь исследователи предполагают о том, что девочки имеют более широкий диапазон регуляции эмоций, и они поэтому больше склонны проявлять такие агрессивные тенденции именно в киберпространстве, чем в реальности. Поэтому они больше склонны к кибербуллингу, чем к реальному буллингу. И также выяснилось у них тоже очень интересный момент о том, что у мальчиков-жертв буллинга общий уровень эмоционального интеллекта выше, чем у тех, кто не является участниками буллинга. В связи с чем было исследователями выдвинуто предположение о том, что, вероятно, мальчики с таким высоким уровнем интеллекта имеют большее количество социальных отношений, качественно другой уровень, и это провоцирует зависть у тех, кто имеет недостаточно хороший уровень. Ну, собственно, поэтому они становятся рано или поздно жертву кибербуллинга. Еще одно исследование тоже 2018 года связано с кибервиктимизацией, самооценкой и суицидальным риском, и их связями с эмоциональным интеллектом. Здесь при постановке проблемы они опирались на то, что в действительности эмоциональный интеллект еще не изучался в качестве такого защитного механизма от буллинга, травли и так далее. В исследовании приняло участие 1660 подростков, обучающихся средних школ Малаги. Соответственно, также они проходили опросник, европейский опросник кибербуллинга, шкалу эмоционального интеллекта Вонга и Лоу, опросник суицидального поведения и шкалу самооценки Розенберга. В результате было исследователями выяснено, что кибервиктимизация отрицательно связана с эмоциональным интеллектом и самооценкой, и положительно связана с риском самоубийства. То есть это говорит о том, что чем ниже эмоциональный интеллект, тем выше риск кибервиктимизации и, соответственно, выше риск проявления суицидального поведения. Также были получены сведения о связи общего уровня эмоционального интеллекта с самооценкой и тоже с риском суицидального поведения. Чем выше уровень эмоционального интеллекта, тем выше уровень самооценки, следовательно, ниже уровень риска суицидального поведения. В общем, в этом исследовании, в его итогах авторы говорят о том, что связь между кибербуллингом и эмоциональным интеллектом может использоваться как предиктор для выявления риска суицидального поведения. Еще одно исследование, тоже 2018 года, исследование посвящено связи эмоционального интеллекта и кибервиктимизации в подростковом возрасте и их гендерных различий. При постановке проблемы здесь в основном опирались исследователи на то, что участники кибербуллинга часто имеют психосоматические проблемы, у них повышен уровень депрессии и у них повышен уровень риска суицидального поведения. И, соответственно, кибербуллинг влияет на адаптацию и связан с переживаниями беспомощности, одиночества и так далее. И в исследовании принимало участие 1645 подростков в возрасте 12-18 лет, также из Малаги. И в результате было выявлено, что мальчики набрали более высокие уровни по таким компонентам эмоционального интеллекта, как самооценка эмоций, использование эмоций, регуляция эмоций. И, в принципе, общий уровень эмоционального интеллекта у них был выше, в то время как девочки набрали более высокие баллы по шкале кибервиктимизации и по шкале оценки эмоций других людей. Таким образом, исследователи пришли к выводу о том, что самооценка эмоций отрицательно связана с кибервиктимизацией как для девочек, так и для мальчиков. То есть, чем выше уровень развития самооценки эмоций, тем ниже уровень кибервиктимизации. А использование эмоций и регулирование эмоций были отрицательно связаны с кибервиктимизацией только у девочек, а у мальчиков таких результатов не было. Ну, на этом у нас все. Спасибо. Большое спасибо за ваш доклад. Было очень интересно увидеть последние данные, огосподи, 2018 год в том числе. К сожалению, хочется отметить, что у нас не хватает объектов исследования, не все согласны быть объектами исследования, принимать участие в исследованиях. Если у кого-то возникнет желание, может обратиться к нам на почту, мы будем рады видеть в нашей команде. Большое спасибо за ваше внимание. Если у кого-то есть вопросы, но не более двух, пожалуйста, задавайте нашим выступающим. Давайте, смотри. Я хотел спросить, ну, последний докладчик на тему за то, что... А, ну, я в СИЗ-факультетах психологии образования, да, нашего университета. Я хотел спросить, не связано ли это непосредственно? Насколько я понял, эмоциональный интеллект быстрее растет в социальных сетях, но развитие само непосредственно идет быстро, но иногда неправильно, что вызывает разный уровень эмоционального интеллекта у подростков одного возраста. Я думаю, может ли это быть связано с тем, что интернет позволяет не только общаться с всем людям в принципе, но и сталкивать возраста, которого в столкновении происходить не должно быть. То есть, почему дети там начинают курить иногда, грубо говоря, это, да, проекция взрослого человека поведения на свое подросткового, которого, ну, по сути, ребенок не должен делить. Если мы говорим о осложнении каких-то эмоциональном интеллекте, может ли это лицедить из-за того, что ребенок не в правильное время развил в себе вот эти эмоциональные какие-то интеллектуальные вещи, из-за чего мысли не на тот возраст эмоциональный, в смысле интеллекта, да, а эмоциональный интеллект, не на того возраста, который мы можем было из-за доживого доступа к вас. Вы не могли бы конкретизировать вопрос? Ну, то есть, взрослый человек может с 45-летним, допустим, влиять на получение информации любого рода, то есть, не только научной, но и эмоциональной, подростка или даже школьника. Вот может ли это как раз и быть результатом проблем в эмоциональном интеллекту, проявлении буллинга, например? Вы имеете в виду, что в соцсетях, допустим, могут общаться разные, из разных возрастных категорий. Да. И это как-то может влиять на то, что ребенок будет совершать какие-то вещи там, не знаю. То есть, если, возможно, это ограничено, если будет доступ, а не то, чтобы вообще его в принципе не будет, а если он будет ограничен по возрастам, может быть, это исключается? Ну, в принципе, таких исследований, ну, опять же, это только сейчас идет, можно сказать, начальный этап, и исследований, на самом деле, не очень много, то есть, даже то, что мы представили, это, можно сказать, такая основная масса исследований, посвященных этой теме. То есть, конкретно дать ответ на этот вопрос сложно, но, например, есть исследование, в котором было показано, что вот подростки, особенно младшие подростки, которые используют соцсети, у них действительно высший эмоциональный интеллект, и было обнаружено, что они именно его развивают, ну, как бы, участвуя в соцсетях. То есть, они там реализуют там общение со сверстниками и так далее, и так далее. В то время как более старшие подростки там меньше проводили времени, меньше это реализовали, а люди более старшего возраста, да, вот такая отдельная выборка, она вообще очень мало участвовала в соцсетях, и в основном там решала профессиональные вопросы. И таким образом у них вот интересный момент, уровень эмоционального интеллекта действительно получился одинаковый, как вы и сказали, потому что одна выборка более старшая развивалась в течение определенных лет, жизненным опытом, да, жизненным опытом, а другая выборка действительно вот из младших подростков, она очень быстро получила, как бы, подобный опыт в соцсетях, и, как бы, по значениям у них общий уровень эмоционального интеллекта действительно был равным. Вот, но качество именно, то есть, он одинаково быстро развился, да, но именно качество этого эмоционального интеллекта может быть равным, то есть, человек может неправильно воспринимать информацию именно эмоциональную. Но если он неправильно воспринимает информацию, и тогда мы не можем сказать, что у него высокий уровень развития эмоционального интеллекта. Может, это снижение идет именно из-за того, что оно влияет... Взрослый, как это называется, больше возраст влияет на общение. То есть все подростки, общаясь в интернете, общаются со сверстниками, для вот этих курсов, а именно это, и почему вы можете делать на лицензацию, даже нет. Ну вот, возможно. Ну вот у вас будет, поскольку вы на первом курсе, у вас будет замечательно... На третьем? Вот, тем более, у вас будет замечательный шанс провести такое исследование и ответить нам на этот вопрос. Потому что это достаточно сложный, такой сложный вопрос. Таких влияний мы не встречали с исследованиями такого рода влияния. Просто, в собственном случае, они же авторитет. Они авторитет не только в соцсетях. Да, и смотря в каком возрасте. Если мы говорим про младшего школьника, там авторитет учитель, исходя из социальной ситуации развития. Если мы говорим про подростковый возраст, то авторитет взрослого значительно ниже, чем, например, для младшего школьника. Поэтому нужно понимать, в процессе антогенеза какой возраст вы имеете в виду. Здесь достаточно очень обширный такой вопрос, на который ответить недостаточно сложно. Большое спасибо. На следующий вопрос, коллеги. Так, к каждому из докладчиков вопрос. Для него интеллект является компетенцией или нет? Неважно, какой именно интеллект. Компетенцией? Компетентностью или компетенцией? Компетенцией. Я думаю, что скорее да. Компетенцией формы скилл или формы форума. Думаю, что скорее да. Для всех докладчиков это так. Повторить вопрос. Является ли для докладчиков интеллект одной из компетенций скилл? Да, 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 да. Все. А дальше я уточняю, что компетенция это скилл. А то некоторые сомневаются. Для двух, но наш количественный докладчик является. Наши мощные, но у кого есть. Способность реализовать. Больше вопросов нет? Есть вопрос. Есть, пожалуйста. Если не у. А у Юлии Андреевны у было или нет? Нет еще пока. Вот к ней вопрос. Доброедчик. Задавать? Можно индивидуально, чтобы... Нет. Юлия Андреевна, вот и мациональный интеллект это такой конструкт интегральный, с которым я возился несколько лет назад. Тестировал оперативников, определял, у кого этот интеллект выше, а потом протестировал успешно старшеклассников и увидел, что у них такой же высокий, такой супероперативник. И забросил этот конструкт. Но мне очень понравилась ваша фраза, что акцент на направленность, на познание больше, чем на чувства. Это правильно я понял? Тогда вопрос. Вот я учу шахматную, и мне кроме когнитивной сферы нужна эмоциональная волевая сфера, чтобы он мог терпеть, чтобы он мог бороться. Тогда, если у меня развитие эмоциональной волевой сферы является целевой задачей, как использовать ваши конструкции? Это не совсем, спасибо большое за вопрос, это не совсем мой конструкт, я скорее в данном случае являлась информатором относительно той концепции, концепции, которая существует, но моя позиция... Какую мне практически, дачу, пользуюсь, лечь из вашей конструкции? Ну я вот это и хочу сказать, да. Вы знаете, мы сейчас проводим такое любопытное на кафедре исследование, абсолютно похожее, только в рамках деятельности спортсмены. Мы пытаемся посмотреть, как вот этот эмоциональный интеллект, и как вот то, о чём вы говорили в ситуации шахмат, как это всё работает и в ситуации спортивной какой-то деятельности. То есть насколько вот этот эмоционально-волевой компонент, ведь он же действительно очень важен, как и для шахмат, так же и для спортсменов в том числе. Может быть, я сейчас не совсем такие похожие, да, примеры, но это спорт, да. Вот. И вот у нас сейчас это исследование находится на таком, знаете, пилотажном, пилотажный процесс исследования идёт. И я хочу сказать следующее, что развитие эмоционального интеллекта, как такового, да, даётся определённой категории, как развивать, например, эмоциональный интеллект. Но та же самая регуляция, да, своих эмоциональных проявлений. Не только же вот терпеть там и воли, и прочее, но проконтролировать процесс своих эмоций, да, попытаться их, ими управлять, это тоже один из компонентов эмоционального интеллекта. И... Юлия Андреевна, прошу прощения. Эмоциональный интеллект, ну, как бы меня не интересует. Меня не интересует, как приложить это в практическую слову. А именно, каждый день на уроке один ребёнок плачет, не всегда это мальчик. Почти один и тот же постоянно. Потом я как-то приспособился, делаю что-то с ней. Шаг воды как игра и как самоцелевые задачи, как условия, они формируют устойчивость. Ну, что вы можете сказать? А почему вы думаете, что он плачет именно из-за вот этого? Это же как бы, мне кажется, индивидуальная особенность каждого ребёнка. Здесь же нужно разбираться... Да, в чём причина? Может быть, у него... Это не больная особенность. Это больная особенность. И вот мне нужна от вас информация, как ваши разработки в практическую, поскольку спереди. Чем вам его воспользоваться в каждом году? Чем мне можно посоветовать? Ну, допустим, допустим, тренинговые методы в развитии эмоционального интеллекта. Есть огромное количество разнообразных методов, этому можно посвятить целый отдельный семинар. Если вы мне оставите свой мейл, я вам пришлю основные какие-то моменты, касаемые развития эмоционального интеллекта в младшем школьном и в подростковом возрасте. Старше нету пока. Спасибо.